Бывают ситуации, когда у клиентов сроки оплаты длинные, а у поставщиков короткие. Используйте овердрафт от Tinkoff Business и продолжайте работу. Tinkoff Business и дело делается. Всем привет, меня зовут Валера. Осенью 2021 года я делал серию видео на Хэллоуин, и в этом году я решил повторить это. Если вы новый зритель и не смотрели эти ролики, то сейчас на экране появится ссылка на плейлист. К сожалению, на этот раз видео будет только два, и сегодня мы с вами переместимся в Бразилию. Я еще ни разу не рассказывал вам о преступлениях, которые произошли в этой стране. Хэллоуин не является официальным праздником в Бразилии, но так как сегодняшняя история произошла в ночь на 31 октября, я решил рассказать о ней. Кстати, это видео юбилейное, теперь роликов на моем канале ровно 100. Вечером 30 октября 2002 года дети семьи фон Рихт и Гофен, 19-летняя Сюзанна и 15-летний Андреас повеселились от души. Сестра и брат тайком сбежали из дома незадолго до полуночи. Сюзанна ушла первой, а Андреас последовал за ней, перед этим положив подушки на свою кровать и накрыв их одеялом, на случай если их родителям взбредет в голову заглянуть в его комнату. Сестра и брат очень часто проводили свободное время вместе, однако в тот вечер они решили разделиться. Сюзанна и ее парень Даниэль отвезли Андреаса в интернет-кафе, где эта троица очень часто играла в игры. На этот раз влюбленные голубки хотели провести немного времени наедине, без третьих лиц. В 3 часа утра 31 октября Сюзанна и Даниэль забрали Андреаса и отправились домой, в шикарный особняк их родителей, в престижном районе под названием Бруклин, в городе Сан-Паулу. Они хотели пробраться внутрь незаметно, но каково было их удивление, когда они обнаружили, что внутри горел свет, а дверь дома почему-то была открыта настежь. В таком городе как Сан-Паулу, где преступление самого разного характера далеко не редкость, никто не оставляет двери незапертыми. Сюзанна и Андреас сразу поняли, что что-то произошло и не решились войти. Вместо этого Сюзанна позвонила Даниэлю, чтобы тот вернулся, а он предложил девушке срочно связаться с полицией. В 4 часа утра на место прибыло несколько полицейских машин, и пока одни сотрудники допрашивали Сюзанна и Андреаса, другие вошли в дом, чтобы осмотреть его и выяснить, что все-таки произошло. На втором этаже, в спальне Манфреда и Марисии фон Рихтгоффен, родителей. Полицейские стали свидетелями ужасной картины. В комнате все было перевернуто вверх дном, повсюду валялись вещи. На кровати они увидели тело мужчины, лицо которого закрывало полотенце, Манфреда. На полу с его стороны кровати лежал револьвер. Они подошли ближе и увидели, что рядом лежит еще одно тело, женщины, жены хозяина дома Марисии. Далее полиции предстояло выполнить худшую часть их работы. Рассказать детям, что в эту ночь они потеряли обоих родителей. Что произошло с Манфредом и Марисией? Они оба были уважаемыми людьми, у которых не было врагов. Кто мог желать им зла? В тот же день в дом семьи фон Рихтгоффен прибыли детективы и эксперты-криминалисты, которые должны были собрать улики на месте преступления. Около дома уже дежурили журналисты, которые довольно быстро узнали эту новость. Когда в таких престижных районах происходит такое жестокое убийство, оно очень быстро привлекает внимание и становится громким. На входной двери не было следов взлома и сигнализация была отключена. Эксперты осмотрели весь первый этаж и там не было найдено ничего интересного, за исключением библиотеки. В этой комнате был бардак, и за ее окном криминалисты нашли свежие отпечатки обуви. Однако полиции показалось, что беспорядок был постановочным. Документы были слишком аккуратно разбросаны по комнате. На втором этаже в комнате Манфреда и Марисии все еще находились их тела. Как я сказал, их лица закрывали полотенце. Обычно, когда убийца закрывает лицо своей жертвы, это означает, что между ними есть какая-то связь, отношения. Значит, скорее всего, убийца знал своих жертв. Из дома исчезли только некоторые вещи, но вся электроника, например, компьютеры и мобильные телефоны, осталась в доме. Все четыре машины стояли в гараже. Полицейские сделали более 300 фотографий дома и собрали все потенциальные улики, которые только можно было собрать. Каждый волосок, каждый отпечаток пальца. Тела жертв отправили на вскрытие. Осмотрев место преступления, детективы пришли к выводу, что нападавших было по меньшей мере двое. Ведь если бы это был один человек, то кто-то из жертв проснулся бы от шума и попытался бы что-то сделать. Но детективы не нашли признаков того, что Манфред или Марисия пытались убежать. Они оба были убиты во сне. Их много раз ударили каким-то тяжелым предметом. Полицейские допросили всех близких, знакомых, коллег Манфреда и даже пациентов Марисии. Она была психиатром. И первым на допрос попал их младший сын Андреас. Его попросили рассказать, как прошел его день. И он рассказал очень подробно. Он сказал, что, как обычно, проснулся в 6.40 утра и отец отвез его в школу. В час дня его сестра Сюзанна забрала его после занятий и они отправились домой на обед. В три часа он занимался английским, а в четыре за ним снова заехала сестра и ее парень Даниэль. И они вместе поехали в торговый центр. Приближался день рождения Сюзанны, и они хотели купить ей подарки. Примерно в 5.30 они вернулись домой, но сестра снова уехала. Ей нужно было на занятия в университет. Андреас также рассказал полиции, что Марисия пришла домой с работы около 6 вечера, а Манфред около 7. Они сели ужинать, но сын не остался вместе с ними, а решил поужинать в своей комнате за просмотром телевизора. В 9.10 вечера родители зашли в его комнату, чтобы пожелать ему спокойной ночи. И это был последний раз, когда он их видел. В 10.30 вечера он сложил подушки на своей кровати и накрыл их одеялом, чтобы со стороны казалось, что он спит. А сам очень тихо спустился вниз в один из кабинетов, чтобы позвонить сестре и попросить ее забрать его. Сюзанна тогда находилась в доме своего парня Даниэля, поэтому эту задачу она доверила ему. Затем эти двое отвезли Андреаса в интернет-кафе, где оставили его играть с друзьями в Call of Duty, а сами отправились в мотель. По словам Андреаса, в 2.50 утра он позвонил сестре и сказал, что наигрался и хочет вернуться домой. Сестра снова забрала его, и они ненадолго заехали в дом Даниэля, но уже в 4 утра они решили вернуться в свой особняк. Когда полиция только приехала к дому семьи фон Рихт-Гофен после вызова, Сюзанна сказала им, что они не входили в дом. Однако версия ее брата немного отличалась. По его словам, они были в доме, и он видел разбросанные бумаги в библиотеке и бардак. С этого момента допрос стал несколько напряженным. Полицейским не понравилось, что Андреас только отвечает на их вопросы, но не добавляет информацию от себя. Поэтому они начали давить на него, требуя от него рассказать всю правду. Они считали, что он что-то скрывал, а не видели это. По его лицу тек пот, и он был очень напряжен. И детективы оказались правы. Они требовали сказать, у кого мог быть мотив, кому его родители могли помешать. И Андреасу пришлось рассказать детективам то, о чем его просили не говорить. Прежде чем рассказать, как же расследование шло дальше, хочу поближе познакомить вас с этой семьей. Манфред фон Рихтгоффен родился 3 февраля 1953 года в Германии. Он всегда утверждал, что являлся потомком знаменитого пилота Манфреда Альбрехта фон Рихтгоффена, известного также как Красный Барон. Он был лучшим летчиком-истребителем Первой мировой войны и сбил 80 самолетов противника. Наш Манфред утверждал, что Красный Барон был братом его дедушки. Однако семья фон Рихтгоффена, в Германии, отрицает наличие связей, поскольку они активно ведут генеалогическое древо. Манфред познакомился со своей будущей женой Марисией Абдала в середине 70-х годов, когда они оба учились в престижном бразильском университете. Марисия родилась в Бразилии, но имела ливанские и итальянские корни. Пара поженилась, а затем временно переехала в Германию, чтобы продолжить обучение там. По возвращению в Бразилию, Манфред некоторое время работал в маленьких местных компаниях, по профессии он был инженером. Однако вскоре ему удалось получить работу технического директора в крупной государственной компании по строительству автомагистралей. Он получал очень внушительную зарплату, и его жена от него не только не отставала, но даже опережала его. Она была психиатром и открыла частную практику. Довольно быстро Марисия стала одним из самых уважаемых психиатров в Сан-Паулу и начала зарабатывать даже больше своего мужа. В 1983-м у пары родился первый ребенок – дочь Сюзанны, а спустя 4 года в их семье появился сын Андреас. Кстати, я не уверен, какого происхождения имя Сюзанны, но судя по всему, это бразильское имя, и в новостях и интервью на португальском ее называют именно так. С появлением детей у Манфреда и Марисии началась настоящая семейная жизнь. Они не были слишком общительными и по большей части держались особняком, особенно Манфред. Он был человеком с хорошим чувством юмора, но достаточно закрытым. Семья фон Рихтгоффен была богатой, и когда я говорю богатой, я имею в виду по-настоящему богатой. Их состояние составляло по разным данным от 1 до 3 миллионов долларов или от 5,5 до 15 миллионов бразильских реалов. Также около 10 миллионов евро находилось на двух анонимных счетах, которые Манфред открыл в 2001 году в швейцарских банках. Семья жила в престижном районе Бруклин. Бруклин разделен на две части. В одной расположены высотные здания с офисами компаний и разные рестораны, магазины и бары. В другой же находятся только жилые дома, в основном просторные особняки с бассейнами и красивыми небольшими садиками. Дом фон Рихтгоффенов стоил около 600 тысяч бразильских реалов, что сейчас равняется примерно 2 миллионам 200 тысячам. Они построили его с нуля, и в нем было так много комнат, что у каждого из родителей был свой кабинет для работы, а также в особняке была библиотека. Вести хозяйство семье помогали горничные, повара и другие работники. Сюзанна и Андреас с детства получали все самое лучшее. Они оба учились в лучшей частной немецкой школе Сан-Паулу и делали в учебе успехи. Их родители принимали активное участие в образовании и в школе их хорошо знали. Сюзанна изучала несколько иностранных языков и говорила на португальском, немецком, английском и испанском. Также у нее был предпоследний пояс по карате – коричневый. Как и ее родители, она была довольно тихой девушкой, однако у нее было много друзей. Она любила баловать их подарками, особенно мягкими игрушками. Сюзанна всегда находила повод пойти в магазин и выбрать новую игрушку для кого-то из близких. Учитывая, как богаты были ее родители, она всегда получала много денег на карманные расходы и с удовольствием тратила их в торговых центрах на одежду или приятные мелочи. Андрес, так же как его сестра, мог выбрать любое, даже самое дорогостоящее хобби. В подростковом возрасте он увлекся моделями самолетов, и на 12-й день рождения отец подарил ему его первую модель. Летом 1999 года родители наняли для него персонального инструктора – 19-летнего Даниэля Кравиньуса. Однажды вместо родителей Андреса повела на занятия 16-летняя Сюзанна, и там она наконец-то познакомилась с инструктором своего брата. Сначала она не обратила на него свое внимание, ей понравился другой молодой инструктор. Однако через пять месяцев Даниэль завоевал ее расположение, они начали встречаться. Даниэль Кравиньус родился в семье, которая была полной противоположностью фон Рихтгоффенов. Кравиньусы были бедны, и у их детей не было тех возможностей, которые были у Сюзанны и Андреса. Однако когда Даниэль увлекся авиамоделированием, он очень быстро стал настоящим экспертом в своем деле. Он постоянно совершенствовал свои навыки, и сначала он выиграл чемпионат Бразилии, а в 1998 занял пятое место на мировых соревнованиях по авиамоделированию. Он был одним из лучших в мире, однако это не означало, что он много на этом зарабатывал. Кравиньус недавно окончил школу, и чтобы обеспечивать себя, ему приходилось работать инструктором по авиамоделированию. Манфред и Марисия были рады, что первым парнем их дочери стал друг семьи. Даниэль очень им нравился, он хорошо влиял на Андреса. Их сын всегда был очень застенчивым и мало общался со сверстниками, но с появлением в его жизни Даниэля он стал гораздо более общительным. Сюзанны по уши влюбилась, и пара все время проводила вместе. Фон Рихтгоффены были рады видеть в своем доме не только самого Даниэля, но и всю его семью. Сюзанны и Андреса очень нравились родители их нового друга, потому что они были очень душевными и внимательными, в отличие от их собственных родителей, которые проявляли очень много внимания, когда дело касалось учебы, но в остальное время они больше были заняты своей работой. Они редко проявляли нежность по отношению к своим детям. Все шло неплохо до 2001 года. Сюзанна все еще встречалась с Даниэлем, и это начало беспокоить ее родителей. Когда они только начали встречаться, Манфред и Марисия считали, что все быстро закончится, но с каждым месяцем их отношения становились все серьезнее. Родителям не нравилось, что Даниэль происходила из семьи намного ниже по статусу. Они хотели для дочери амбициозного и состоятельного партнера. Сюзанна иногда просила у них денег, чтобы одолжить их Даниэлю, а также осыпала его подарками, тратя на него львиную долю своих личных средств на карманные расходы. Чего Манфред и Марисия тогда еще не знали, так это того, что Даниэль начал плохо влиять на их дочь. Сюзанна очень много времени проводила в доме своего молодого человека, где все отличалось от ее родного дома, и ей это безумно нравилось. У Манфреда и Марисия был свод правил, которые дети должны были соблюдать. Они вставали и ложились спать в определенное время. Также в определенное время семья завтракала, обедала и ужинала в столовой. Кровинюсы же, Даниэль, его старший брат Кристиан и их родители, жили так, как хотели, и у них не было никаких правил. Братья не умели брать на себя ответственность и не хотели этого делать. На улице, где до сих пор живет семья Кровинюс, стоят 10 домов. Все местные жители знают друг друга, а их дети растут и играют вместе. Соседи не любили эту семью, потому что они были шумными и не уважали других людей. Соседи пробовали жаловаться на Даниэля и Кристиана родителям, но никакого эффекта это не возымело. Также всех бесило, что братья выгуливали свою собаку, на чужих газонов и никогда не убирали за ней. В итоге, некоторым пожилым соседям пришлось даже уехать в другие районы, потому что они не могли выносить шум и нецензурную брань, регулярно доносящиеся из дома семьи Кровинюс. Но кроме этого была еще одна большая проблема. Даниэль нигде не учился и не хотел этого делать. Работать он также не стремился, как и его старший брат Кристиан. Кристиан употреблял наркотики и много раз лежал в реабилитационных центрах. Его зависимость привела его к тому, что он задолжал очень много денег, но даже это не остановило его. Постепенно он втянул в это своего младшего брата, а тот свою девушку, Сюзанны. Все началось с травки, но переросло во что-то большее, чем просто баловство. Как я говорил в самом начале, Сюзанна проводила много времени со своим братом Андресом. Из-за этого на тот момент 13-14-летний Андрес тоже оказался вовлеченным в ситуацию с котиками. Мальчик был достаточно сильно подвержен влиянию людей, которым он доверял, а Сюзанна и Даниэль были для него авторитетами. Поэтому он с удовольствием проводил с ними время и брал с них пример. Андрес начал нарушать запреты родителей и даже иногда вылезал через окно, чтобы присоединиться к сестре, ее парню и его брату Кристиану, который был старше Андреса на более чем 10 лет. Этой четверке нравилось ходить в местное интернет-кафе, где они играли в онлайн-игры. У каждого было игровое прозвище. Сюзанна обычно заходила в сеть под ником Полар или Су, сокращенно от ее имени Сюзанны. Андрес был раптором, Даниэль – камикадзе, а его брат Кристиан использовал ник «Солдата Кэт». В ноябре 2001 года Сюзанне исполнилось 18 лет. К этому моменту большую часть времени она проводила с Даниэлем. Она даже пропустила выпускной в школе, чтобы провести вечер с ним. В его спальне все стены были увешаны фотографиями Сюзанны, а на кровати, среди мягких игрушек, которые она ему подарила, лежала подушка с ее лицом. Фотография Сюзанны на подушке была последним, что Даниэль видел каждый день перед сном. Девушка всегда хотела поступить на юридический факультет, и родители уже выбрали для нее лучший университет. Однако их планам не суждено было сбыться, так как некогда очень успешной учебе их дочери пришел конец. Она не набрала достаточного количества баллов, поэтому ей пришлось поступить в другое учебное заведение. Это тоже был очень престижный университет, но все равно родители были недовольны, что она не поступила в самое лучшее учебное заведение и не оправдала их надежд. Тогда они еще не понимали, в чем заключалась причина ее провала. Они предполагали, что проблемой была школа и то образование, которое она давала детям. Поэтому они даже перевели младшего сына в другое учебное заведение. Сюзанна и Даниэль были неразлучны до такой степени, что парень не только приходил вместе с ней на ее занятия, но и ездил с ней в университетские поездки и ходил на экскурсии. Их одержимость друг другом становилась все более нездоровой. Девушка начала просить у родителей больше денег на карманные расходы, потому что она хотела купить Даниэлю еще больше новых вещей и разных подарков. Когда родители наконец-то узнали о том, что Даниэль употребляет запрещенные вещества, они окончательно обратились против него. Манфред и Марисия поняли, что он плохо влияет на их дочь, на ее учебу, а также догадались, куда уходят все ее деньги, хотя она получала очень большую сумму в месяц. Родители давали ей 2000 реалов, что сегодня составляет уже 7000 реалов или 1400 долларов США. Возможно, родители считали, что Кровиния встречается с Сюзанной только ради того, чтобы она материально помогала ему, ведь зарабатывать самостоятельно он не стремился. Они узнали, что Даниэль практически не ходил на работу и перестал брать учеников на частные уроки. В конце концов, они узнали и о ситуации с Андреасом, что стало последней каплей. Манфред и Марисия запретили своей дочери встречаться с Кровинисом, но это заставило Сюзанной еще больше хотеть этих отношений. Даниэль показал ей другую сторону жизни, далеку от всех правил и запретов, с которыми она выросла. С ним всегда было весело, и она чувствовала себя свободной. Однако она неожиданно согласилась с родителями и сняла кольцо, подаренное Даниэлем в знак окончания их отношений, и родители выдохнули с облегчением. На самом же деле, Сюзанна продолжала встречаться с Даниэлем за спиной Манфреда и Марисии. В конце 2001 года она начала иногда ночевать у него. Обычно она говорила родителям, что поедет к подруге, потому что им нужно вместе сделать какое-то задание в университет. Все ее друзья были предупреждены, что если им вдруг позвонят ее родители, они должны прикрыть ее. И так происходило до апреля 2002 года, когда стратегия, придуманная Сюзанны, вдруг дала сбой и все пошло наперекосяк. В тот вечер Марисия позвонила лучшей подруге своей дочери, и той пришлось признаться, что Сюзанна ночует не у нее. Когда на следующее утро девушка вернулась домой, ее ждали разборки с родителями. Она сказала им, что на самом деле провела ночь в мотеле с кровинюсом. К май 2002 года конфликт между Сюзанной и ее родителями обострился. Манфред и Марисия перепробовали все. Они пробовали уговаривать дочь, взывали к ее здравому смыслу, оказывали на нее давление, но все это не сработало. Тогда они сосредоточились на Даниэле. Они предложили ему вернуться в колледж, который он бросил, и выучить английский язык, чтобы у него было больше перспектив для роста. Фон Рихтгоффены считали, что если бы кровинец начал развиваться, возможно у этих отношений был бы шанс, раз уж они так сцепились друг к другу. Но Даниэлю это было неинтересно. Он не хотел никаких обязанностей и желал просто наслаждаться жизнью. В июле 2002 года Манфред, Марисия и Андреас уехали из Сан-Паулу и отправились на целый месяц в Европу на каникулы. Конечно же, Сюзанна отказалась ехать с ними. Она была рада остаться дома, ведь теперь целый месяц она могла жить с Даниэлем. Он практически переехал к ней. Когда семья вернулась домой после отпуска, они обо всем узнали и были очень расстроены. Такого они от Сюзанны не ожидали. Родители сказали дочери, что если она хочет жить вместе со своим возлюбленным, то им придется найти себе квартиру. В ответ на это Сюзанна попросила их купить ей квартиру, но Манфред отказался. Он сказал, что Сюзанна и Даниэль могут делать все, что хотят, при условии, что они сами будут все оплачивать. Однако избалованную деньгами Сюзанны не устроил такой вариант. Она привыкла жить на те деньги, которые получала от родителей. Отношения между родственниками окончательно испортились. Они постоянно ругались и дошло даже до рукоприкладства. На день матери семья собралась в ресторан, но Сюзанна отказалась с ними идти. Ссора по этому поводу закончилась тем, что девушка оскорбила отца, а тот в ответ ударил ее по лицу. Это был первый раз, когда он поднял руку на своего ребенка. Манфред и Марисия постоянно думали, как вытащить дочь из отношений с этим парнем, и подумывали даже отправить ее в Европу, чтобы она могла завершить свое образование там. Но когда Сюзанна узнала об их планах, она сказала им, что окончательно рассталась с Даниэлем. Она хотела усыпить их бдительность, но, конечно же, не собиралась на самом деле заканчивать эти отношения. Это сработало, и позже ее мать Марисия с радостью рассказала своим друзьям, что их дочь наконец-то избавилась от ненавистного Даниэля. Однако фон Рихт-гофены рано радовались. Дочь лгала им и встречалась с Кровинисом за их спиной. Но не это было самым страшным. Сюзанне и Даниэлю не нравилось, что им указывают, как им жить. Они не хотели следовать правилам родителей. Им очень нравились деньги, которые они получали от родителей Сюзанны, но сами Манфред и Марисия стали проблемой. Как бы они могли решить эту проблему? Они начали обдумывать свой зловещий план. В конце августа 2002 года Сюзанна и Даниэль решили, что лучшим решением будет просто убить Манфреда и Марисию. Однако они понимали, что вдвоем сделать это будет непросто, им понадобится помощь. За ней они обратились к старшему брату Кровиниса Кристиану. Они объяснили ему, что хотят сделать, и пообещали много денег за выполнение этого задания. А деньги парню были очень нужны, ведь, как я сказал, из-за пристрастия к веществам он влез в большие долги. За самоубийство должен был отвечать Даниэль. Он нашел два полых металлических стержня, которые модифицировал. Он наполнил их деревом, чтобы они стали тяжелее и эффективнее. Чтобы привести план в действие, этой троице нужно было убрать с пути младшего брата Сюзанны, пятнадцатилетнего Андреса. Они решили выманить его из дома, и он должен был стать пешкой в их игре. Через два месяца, в среду 30 ноября 2002 года, час настал. В тот день Сюзанна занималась своими обычными делами. Она отправилась на занятия в университет. Каждую среду она посещала социологию и основы публичного права. По словам ее однокурсников, девушка вела себя спокойно и не привлекала к себе особого внимания. В 9.30 вечера Сюзанна уехала из дома своих родителей и отправилась к Даниэлю. Пара в последний раз обсудила последовательность действий, а затем они вернулись к дому фон Рихт Гофенов, чтобы забрать Андреса. Примерно в 10.40 младший брат выскользнул из дома и встретился с сестрой и ее парнем, которые уже ждали его в ее фольксвагене Гольф. Они высадили Андреса около интернет-кафе и пообещали забрать его чуть позже. Ничто не показалось ему странным. Наоборот, он считал, что старшая сестра делает ему одолжение, помогая сбежать из дома посреди ночи. Незадолго до этого из того же кафе вышел Кристиан, который должен был встретиться с остальными неподалеку от кафе в заранее условленном месте. Вскоре после того, как часы пробили 11, троица прибыла в особняк, и девушка открыла дверь гаража с помощью пульта и припарковала свою машину. Она дала остальным резиновые перчатки, чтобы они не оставили никаких отпечатков пальцев. Также братья надели на голову колготки, чтобы случайно не оставить на месте преступления свои волосы, благодаря которым их можно будет легко связать с убийством. Они не знали этого, но один из соседей заметил, как фольксваген Сюзанны подъехал к дому. Он запомнил и время, потому что в этот же момент закончился футбольный матч. Сюзанна вошла в дом первый. Набрав код, она отключила сигнализацию и поднялась наверх, чтобы убедиться, что Манфред и Марисия спят. Затем она включила свет в коридоре, который дал сигнал братьям Кравиниас, что все чисто и можно начинать. В 12.15 братья поднялись наверх, а девушка осталась ждать внизу. Даниэлю достался Манфред, а Кристиану – его жена Марисия. Кравиниасы несколько раз ударили их своим самодельным оружием. Жертвы начали издавать громкие звуки, поэтому Даниэлю пришлось бегать в ванную и принести мокрые полотенца, чтобы заглушить шум, но это не помогло. В отличие от Манфреда, который умер первым, на теле его жены позже были найдены ранения, которые явно говорили о том, что она пыталась защищаться. Она боролась за свою жизнь до последнего, поэтому нападавшим пришлось удушить ее. Когда все было кончено, братья Кравини спустились вниз и встретились с Сюзанны. Увидев их, она очень будучино спросила – дело сделано? Похоже, что Кристин только теперь понял, в чем только что принимал участие. Он начал паниковать. Но девушка успокоила его, сказав, что он ничего у нее не забрал. Наоборот, он подарил ей новую жизнь. Когда Кристин взял себя в руки, они пришли к следующей части своего плана. Они собирались сценировать ограбление, поэтому прошлись по дому, выдвигая ящики и разбрасывая вещи. Они точно знали, где находятся ценности, так как девушка проинструктировала их еще за несколько дней до убийства. Из портфеля Манфреда они взяли 8 тысяч реалов, 6 тысяч фунтов, 5 тысяч долларов США и драгоценности. Также Даниэль положил револьвер, который хозяин дома хранил в потайном ящике, на пол рядом с его рукой, как будто он хотел защитить себя и жену от грабителя. А Сюзанна раскидала бумаги и документы отца по библиотеке. План был выполнен, и теперь им нужно было создать себе алиби. Они поехали в Макдональдс, в той части города, где Кристиан жил со своей бабушкой, чтобы оставить его в ресторане, а по дороге они избавились от всех улик. Они выбросили железные прутья, перчатки, колготки и одежду, в которой они совершили нападение, в мусорный бак. После этого Сюзанна и Даниэль поехали в мотель Колонил и забронировали там шикарный номер за 380 реалов. Примерно в 3 часа утра они покинули свою комнату и поехали за ничего не подозревающим Андресом, который закончил играть в 2.55 ночи. Ему предстояло вернуться домой вместе с сестрой и обнаружить тела родителей. Итак, вернемся к расследованию, с которого мы начали. Детективы допросили Андреса и именно от него узнали, что мотив к убийству Манфреда и Мариси мог быть у Даниэля, ведь родители не принимали его. В то же время шел допрос Сюзанны, и во время беседы она вела себя очень спокойно, как будто не ее родственники только что были найдены мертвыми в их собственном доме. Это сразу же привлекло внимание детективов. Если Сюзанна была замешана в этом преступлении, то это все объясняло, ведь, как я сказал, сигнализация была отключена вручную, а значит тот, кто отключил ее, знал код. Это мог быть родственник или кто-то из близких друзей. Полицейские начали следить за Сюзанны и отметили в ее поведении несколько странностей. На следующий день после убийства девушка и ее молодой человек были замечены в бассейне семейного дома, а через неделю Сюзанна спросила, может ли она продать дом и машины, и когда они с Андресом смогут поехать в дом их семьи в Португалии. Похоже, что получение наследства беспокоило ее гораздо больше, чем недавняя смерть родителей. Полицейские выяснили, что пара собиралась основать свой бизнес на деньги, которые девушка должна была получить. В день похорон Мариси и Манфреда Сюзанна повела себя еще более странно. Перед друзьями и родственниками она рыдала, но через несколько часов после церемонии девушка уже радостно праздновала с друзьями свое девятнадцатилетие. Также многие отметили, что Сюзанна оделась на похороны неуместно. Она выбрала короткий топ и брюки с очень низкой посадкой. Все это выглядело странно, однако странное поведение не преступление. И хотя детективы чувствовали, что Сюзанна участвовала в убийстве своих родителей, им нужно было найти доказательства. Когда девушку допрашивали по поводу той ночи, она сказала, что видела на полу библиотеки разрезанный портфель, в котором ее отец обычно хранил свои сбережения и украшения. Она даже вспомнила точную сумму. Интересно, что криминалист обнаружил разрез в портфеле только после того, как взял его и начал вертеть в руках. На этом этапе стало ясно, что Сюзанна знает гораздо больше, чем рассказывает. Детективы продолжили следить за ней и Даниэлем Кровинисом, зная, что кто-то из них рано или поздно выдаст себя. Так и случилось. Но это были не Сюзанны и не Даниэль. Полицейские узнали, что 31 октября, всего через несколько часов после убийств, Кристиан Кровинис купил мощный мотоцикл Сузуки за 3600 долларов. Причем заплатил он наличными купюрами по 100 долларов. Он не чувствовал никакой опасности и не додумался не только подождать с покупками, которые явно были ему не по карману, но и даже просто спрятать свое приобретение. Через несколько дней после преступления полицейские проезжали мимо дома родителей и братьев и увидели этот мотоцикл. О сообщил им о мотоцикле представитель автомагазина. Его сразу же насторожил тот факт, что покупатель оплатил мотоцикл долларами США. Детективы подозревали, что к преступлению мог быть причастен отец Даниэля, но экстравагантная покупка Кристина направила внимание детективов на него. Когда об этом узнала Сюзанна, она сильно поругалась с Даниэлем и в результате этой ссоры они решили прекратить отношения. Таким образом, через всего несколько дней цель убийства двух невинных людей просто испарилась. 7 ноября, после того, как полицейские узнали о крупной покупке, они вызвали Кристина на допрос. Однако ему сказали, что нужна его помощь в установлении личности потенциального подозреваемого. На самом деле, его начали допрашивать по поводу его причастности к убийствам. У него не было хорошо продуманной версии, поэтому его постоянно ловили на лжи, и в итоге он окончательно запутался в своих показаниях. На допросе с ним был его отец, и в какой-то момент он просто вышел из комнаты, так как понял, что сын виновен. Оба брата вскоре признали свою вину. После этого полицейские отправились в дом фон Рихтгоффенов, чтобы поговорить Сюзанны. Она до последнего отрицала свою причастность, поэтому, чтобы добиться ее признания, детективы решили пригрозить ей, что начнут также проверять причастность Андресса. Это заставило и ее во всем сознаться, и 9 ноября Сюзанны фон Рихтгоффен и Даниэль и Кристиан Кравиниусы были арестованы. К тому времени не прошло еще и двух недель с момента убийств. Этот день был очень печальным не только для них, но и для Андресса. Он только что потерял родителей, а теперь его сестру обвиняли в их убийстве вместе с двумя другими его друзьями. Братья Кравиниус были для Андресса очень близкими людьми. Сюзанна и остальные не оставались в тюрьме слишком долго, поскольку по бразильскому законодательству, если человек не был пойман непосредственно в момент совершения преступления, то он не должен находиться под стражей до суда. Всех троих выпустили на свободу, где они провели следующие 4 года. Как я говорил, это дело привлекло внимание всех СМИ Бразилии. Сначала из-за личности жертв, а позже из-за контраста между личностью Сюзанны и жестокостью преступления. Братья Кравиниус прекрасно вписывались в эту картину, ведь они были бездельниками, которые также употребляли запрещенные вещества. Но Сюзанна принадлежала к высшему слою населения, говорила на нескольких языках и имела блестящее образование. Что могло толкнуть ее на такой чудовищный поступок? Также газеты очень активно обсуждали, кто же все-таки был инициатором убийств, и общественность разделилась. Некоторые считали, что организатором была милая 19-летняя блондинка Сюзанны, другие, что она попала под негативное влияние братьев Кравиниус и стала еще одной их жертвой. Сюзанна отрицала, что была организатором, утверждая, что согласилась с планом, придуманным Даниэлем, чтобы его не потерять. И многие люди хотели верить, что девушка просто не смогла устоять перед чарами Кравиниуса, что она не была злым воплоти, а просто совершила глупость, о которой очень быстро пожалела, когда осознала, что все произошло по-настоящему. Однако, когда 9 апреля 2006 года вышло телеинтервью Сюзанны фон Рихт-Гофен, очень многие изменили о ней свое мнение. 22-летняя девушка была одета в розовую футболку с мини-маус, а ее прическу украшали заколки. Она больше походила на маленькую девочку. Сюзанна постоянно плакала и сквозь слезы говорила, что Даниэль Кравиниус разрушил ее семью и отобрал у нее все самое ценное. Также она много раз сказала, что парень постоянно заставляла ее принимать наркотики. Все время она сидела, вцепившись в руку своего адвоката, Даниэль Валда Барни. Я оставлю ссылку на интервью в описании, если вам интересно. Оно, естественно, на португальском, но вы можете включить перевод субтитров с португальского на русский или английский. На следующий день интервью продолжилось, и Сюзанна уже была одета в белую футболку с пандой. Перед началом съемки адвокат дал ей несколько указаний, как себя лучше вести и что говорить, чтобы люди ей сочувствовали. Он не знал, что микрофон тогда уже был включен и записал весь их разговор. Все узнали, что Барни посоветовал девушке плакать на камеру. Это интервью очень сильно ударило по репутации Сюзанны фон Рихтгоффен и подорвало к ней доверие. Так же, как тот факт, что после освобождения она сразу же подала иск о получении полного контроля над имуществом семьи. Она могла бы его выиграть, если бы не одна проблема. В большом плюшевом медведе в ее комнате был найден спрятанный револьвер, и полиция опасалась за безопасность ее брата. Они считали, что ради денег Сюзанна могла бы убить и его. Суд по делу об убийстве Манфорда и Марисии фон Рихтгоффен начался лишь 17 июля 2006 года, поскольку в судебной системе Бразилии было слишком много дел, которые нужно было рассмотреть. Сюзанна, как обычно, вела себя очень хладнокровно и не проявляла эмоций. В какой-то момент она даже рассмеялась, а вот братья Кравиниус почти все время плакали. В зале суда находилось около 200 человек, и никто не был удивлен, когда два главных обвиняемых, Сюзанна и Даниэль, начали указывать пальцем друг на друга. К тому моменту прошло уже около 4 лет, как они расстались, и Даниэль утверждал, что план убийства был придуман Сюзанне, а его брат вообще не участвовал в убийстве Манфорда и Марисии. Якобы Даниэль убил родителей своей девушки самостоятельно, потому что Кристин не смог заставить себя сделать это. Он рассказал, что уже через год после начала их отношений девушка сказала ему, что хочет избавиться от своих родителей. Ее планы всегда менялись. Сегодня она хотела сжечь семейный особняк, а завтра предлагала испортить тормоза машины ее родителей. Он также сказал, что Сюзанна очень бояла своего отца, потому что он бил ее. Об этом якобы знал ее младший брат Андреас, поэтому он часто приходил в ее комнату, чтобы оградить сестру от нападок Манфорда. Также Даниэль рассказал одну историю, которая ему запомнилась. По его словам, однажды его пригласили на барбекю в дом семьи фон Рихтгоффен, и во время ужина Сюзанна спросила, можно ли ей мороженое. Он утверждал, что в ответ ее мать Марисия швырнула в нее какой-то предмет. Также он обвинил Манфорда и Марисию в изменах и алкоголизме. Однако не было никаких доказательств, что слова Даниэля были правдой. Брат Сюзанна Андреас опроверг эти показания, он никогда не видел, чтобы его отец жестоко обращался с сестрой. Вскрытие также опровергло утверждение Даниэля об алкоголизме его жертв. Следы алкоголя обнаружены не были. Даниэль также объяснил, что они оставили полотенца на лицах своих жертв, чтобы их сыну не пришлось видеть их в ужасном состоянии. Еще Кровинец пролил свет на их расставание. Вскоре после того, как Сюзанна узнала о покупке мотоцикла, она обвинила Даниэля и Кристина в незрелости и безответственности, и сказала, что ей не следовало доверять им убийство родителей. В ходе ссоры она решила с ним расстаться. Больше всего все присутствующие в зале суда ждали показаний Сюзанны фон Рихтгоффен. Когда она заняла место на свидетельской трибуне, она впервые за все время проявила эмоции, заплакала. Девушка пыталась убедить всех, что являлась лишь марионеткой в руках бывшего парня и пошла вместе с ним по скользкой дорожке. Она пыталась снять с себя большую часть ответственности. Ее адвокат утверждал, что у нее не было мотива убивать Манфорда и Марисию, однако полицейские выяснили, что он был. Хотя, как я сказал, собственные средства семьи составляли от 5 до 15 миллионов реалов, полиция подозревала, что эта цифра сильно занижена. По мнению властей, деньги на двух счетах в швейцарских банках были получены в результате коррупции. Манфорд управлял одним из крупнейших проектов компании Дерса, в которой он работал. Это был проект по строительству кольцевой дороги Марио Ковос, который соединяет все 10 автомагистралей штата и окружает крупнейший город Южной Америки, Сан-Паулу. Изначально его запланированная стоимость составляла 340 миллионов реалов. К моменту завершения же его стоимость превысила 1 миллиард реалов. Детективы получили сведения от анонимного источника и выяснилось, что на имя Манфорда была зарегистрирована фирма, через которую переводили деньги. Однако в итоге расследование этого инцидента прекратили, так как полиция не смогла найти достаточно доказательств. Слезы всех троих обвиняемых никого не убедили, и 22 июля всех их признали виновными в равной мере. Обвинение предлагало приговорить их к тюремному сроку в 50 лет, но в итоге Сюзанна и Даниэль получили по 39 лет и 6 месяцев, а Кристиан 38 лет и 6 месяцев. Из-за того внимания, которое это дело получило, первые 7 месяцев заключения Сюзанн фон Рихт-Гофен провела в одиночной камере. Ее поместили туда, чтобы защитить ее от других заключенных. Но вестить ее приходил лишь Андреас, который теперь жил с бабушкой и дядей с материнской стороны. Все остальные родственники не хотели ее видеть. Брат простил ее и даже дал небольшое интервью местным газетам, за которое позже подвергся критике. Он сказал, что не только простил Сюзанны, но и все еще любит ее. Он также был уверен, что если бы родители могли, то тоже простили бы ее. Человечество всегда должно двигаться в сторону любви. Однако позже его отношение к сестре изменилось. В 2011 году Андреас решил отсудить у Сюзанны ее половину наследства, а также деньги, которые полагались ей по страховке отца. Он выиграл суд и получил 300 тысяч реалов, которые были выплачены на счет Сюзанны. Но и без этих денег после смерти родителей Сюзанна не стала бедной, ведь оставались также два счета в швейцарских банках на ее имя. Ничто не мешает ей получить эти деньги после освобождения. К вопросу освобождения мы вернемся чуть позже. В тюрьме Сюзанна начала встречаться с другой заключенной, Сандрой Режиной Гомес, известной также как Сандра Блит. Сандру приговорили к 27 годам за похищение соседского ребенка. Идея похития 14-летнего подростка принадлежала ее парню. Он хотел выбить из его отца выкуп, и эта задача легла на плечи Сандры. Однако когда отец выплатил деньги, парень Сандры убил своего пленника, и они оба оказались в тюрьме. Поскольку Гомес не имела отношения к самому убийству, ей уменьшили срок до 24 лет. Сюзанна и Сандра познакомились в тюремном швейном цехе, где Гомес работала швеей, а фон Рихт Гофен отвечала за качество пошитой одежды. Когда они начали встречаться, они попросили о привилегии жить вместе в специальной камере для пар, где всего находится 8-10 человек. Туда могут попасть те заключенные, которые подпишут документ, который является аналогом свидетельства о браке. Таким образом, можно сказать, что они поженились. В 2014 году Сюзанна даже отказалась от перехода на полуоткрытый тюремный режим. О том, что это я расскажу через минуту. Потому что в таком случае ее перевели бы в другую тюрьму, и ей пришлось бы расстаться с Сандрой. Однако через примерно год они все равно расстались, потому что Сандра, в отличие от Сюзанны, перешла на новый режим и покинула тюрьму. Когда отношения закончились, Сюзанна решила бросить все силы на окончание обучения и рассказала в интервью, что мечтает стать матерью. «Я совершила ошибку, я расплачиваюсь за это и хочу начать жизнь заново», сказала на тот момент 31-летняя Сюзанна. В 2015 году Сюзанны, а в 2017 году и Даниэль, Кристиан Кравиниусы, перешли на полуоткрытый тюремный режим. Думаю, многие будут удивлены, как и я, но оказывается в Бразилии, после того, как заключенный отбывает 1,6 своего срока, он может перейти на более свободный режим. Конечно, при условии хорошего поведения. Заключенный имеет больше свободы в тюрьме и даже может учиться за пределами исправительного учреждения. Также такие заключенные имеют право на 6 временных выходов на свободу с отслеживающим браслетом по праздникам. На Новый год, Рождество, Пасху и т.д. На этой фотографии вы видите на улицах Сан-Павло Сюзанны, которая направляется на занятия в университет. А на этой Сюзанна в 2018 году выходит из тюрьмы на День отца. Ее встретил ее новый мужчина, 37-летний Рожери Олберг, с которым она рассталась в 2021 году. Когда девушка впервые вышла из тюрьмы на праздники, общественность была более чем просто возмущена. Это произошло на День матери в 2016 году и неизвестно, где Сюзанна его провела. Однако журналисты пришли на могилу ее матери Марисии и не нашли там цветов. Когда журналисты спросили обычных прохожих на улице, знают ли они, кто такая Сюзанна фон Рихт-Гофен. Каждый знал, она убила своих родителей и должна оставаться с решеткой. Наверное, вам интересно, что же произошло с братьями Кравиниус и где они сейчас. Кристиан Кравиниус во время одного из своих временных отпусков встретил свою бывшую девушку. Они провели вместе время и она забеременела. Он был рад, что так получилось и сказал, что принял решение стать лучше ради ребенка. Однако в 2018 году, уже после освобождения за убийство Манфреда и Марисии в 2017 году, то есть за год до этого, 42-летний Кристиан снова попал в тюрьму, так как пытался подкупить полицейских, которые арестовали его за нападение на бывшую девушку. После суда Даниэль Кравиниус говорил, что будет всегда любить Сюзанны. Он долгое время писал ей письма, однако ни на одно она не ответила. Немного позже он все же нашел свою любовь. В день матери, на свободе, он познакомился с сестрой своего сокамерника и через некоторое время сделал ей предложение. К Рождеству того же года они поженились. В январе 2018 он был освобожден, точнее перешел на открытый режим, что по сути в Бразилии является освобождением с испытательным периодом до конца изначального срока. Он отбыл всего 15 лет и своего почти 40-летнего тюремного срока. Сейчас он живет новой жизнью. А что же с Сюзанн, спросите вы? 11 января 2023 года 39-летняя Сюзанны также была освобождена из тюрьмы. Сейчас она находится примерно на пятом месяце беременности. Ее нового возлюбленного зовут Филиппе Мунис. Ему 40 лет и по профессии он врач. Мунис работал на руководящей должности в больнице, но когда выяснилось, что он встречается с Сюзанной, он был уволен. В настоящее время он нашел новую работу и теперь является специалистом по интенсивной терапии. Сюзанна ждет девочку и хочет назвать ее Изабеллой. Она познакомилась с отцом своего ребенка через соцсети, и они начали встречаться вскоре после того, как она оказалась на свободе. Она переехала в его дом и теперь они вместе живут в Барагансе, недалеко от Сан-Паулу. У Филиппе Муниса есть еще трое детей от предыдущего брака, и его бывшая жена не одобряет его новые отношения, так как не хочет, чтобы ее дети находились в одном доме с женщиной, которая убила своих родителей. Сюзанне не видела своего брата Андресса с 2006 года. Через 10 лет он позвонил ей, но она не узнала его голос. К тому времени ему было 29 лет, и он получил докторскую степень по химии. Они договорились встретиться, но Андресс не нашел в себе силы поговорить с сестрой и так и не появился. Несмотря на блестящее образование и победу в суде, Андресс стал еще одной жертвой в этой истории. Чтобы справиться с травмой, он обратился к алкоголю и котикам. Сейчас вы видите кадры из новостей, на которых находившийся в состоянии измененного сознания Андресс перепрыгивает через забор чужого дома, а затем его преследует полиция. Как позже сказал его дяде, этот инцидент стал результатом эмоционального кризиса. С 2002 года фамилия фон Рихт-Гофен была слишком тяжелой, и Андресс с трудом выносил такой вес на своих плечах. После этого случая он попал в реабилитационный центр, а после выхода из него навсегда покинул Бразилию. Сюзанны фон Рихт-Гофен теперь последний носитель этой фамилии в Бразилии. Бразильцы до сих пор помнят о ней, смотрят ее интервью и два фильма, основанных на ее истории, и даже покупают книги с ее фотографией на обложке. Она свободна, но обречена на косые взгляды и шепот за спиной – это та девочка, которая убила своих родителей. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. В начале следующего видео вас ожидает небольшое, но очень интересное обновление по одному из дел, о которых я снимал видео в прошлом году. Спасибо за вашу поддержку, лайки и комментарии. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.